Децентрализация в действии. В нескольких населенных пунктах Запорожского района возникли споры по поводу объединения в громаду. Часть жителей не согласна с тем планом объединения, который утвердил Кабинет министров. Для обсуждения этого вопроса в селе Разумовка провели встречу жителей и представителей районной и областной власти. Что решили, знает Оксана Заводовская. Село Разумовка, утро выходного дня. Местные жители собираются на встречу, чтобы обсудить спор по поводу вопроса децентрализации и создания новой громады. Пришло больше 300 человек. Пока мало кто из жителей понимает, что принесет им грядущее объединение. Для нас это новенькое. Говорят, что это вроде бы будет хорошо. Какое-то село получать много, бюджет финансов какое-то меньше. Оно вроде бы должно принести какие-то плоды, какие-то плюсы. Но как это все будет происходить на самом деле, мы еще не знаем. Поэтому ждем наилучшего. Владислав – один из тех, кто пришел на собрание. Парень говорит, что это не только право, но и обязанность каждого жителя села поучаствовать в процессе объединения в громаду. Чтобы решить судьбу дальнейшую нашего села, мы будем объединяться. С кем сейчас решит громада, от этого будет зависеть наша судьба. Но я думаю, примем правильное решение. Спор возник после утверждения Кабинета министров перспективного плана объединения территориальных громад. У нас есть другие думки, и жителей, и депутатов. Мы инициируем объединение с Долинской сельской радой, не по перспективному плану. Как решить люди, так и будет. Мы сегодня только просто встречаемся, чтобы людям довести, что это обязательно нужно делать, а по перспективному плану, а по нет. И далее будем вырешивать. Согласно перспективному плану Кабмина, в одну громаду должны объединиться четыре села. Маревка, Лысогорка, Разумовка и Беленькая. Но часть местных жителей против такого союза. Уже на самом собрании громады выступили представители местного офиса реформ и руководства администрации Запорожского района. Аргументировали плюсы перспективного плана, составленного Кабмином. Предполагается, что это объединение будет экономически выгодным. Тем не менее, жители Разумовки выступают за объединение с другим соседним селом Долинским. Уже собиралась громада, что уже были официально поданы документы на регистрацию. И что вы лично сделали для того, чтобы зарегистрировать это объединение. Вы делаете все для того, чтобы Разумовка и Нижняя Фортица не соединились с Долинским. Вы делаете все для этого. Представители районной администрации говорят, о таком предложении слышали, но пока считают его невозможным. Фактически эти подписи и решения трех сельских советов, минуя районную власть, были направлены в областную, где согласно выставкам было отказано. Согласно закону о добровольном объединении громад, люди действительно могут сами решать, как объединяться. Инициаторами такого объединения могут стать сельский, поселковый или городской голова, либо не менее трети депутатов от общего состава сельского, поселкового или городского совета, либо же члены территориальной громады в порядке местной инициативы, органы самоорганизации населения, соответствующие территории. Прийти к единому мнению во время собрания так и не удалось. Обсудят этот вопрос еще раз. Возможно, проведут голосование. Так или иначе, для добровольного объединения остается меньше, чем полгода. После 15 августа населенные пункты объединят согласно перспективному плану Кабмина. Оксана Заводовска, Юрий Васильченко, ТВ5.